Для чего необходимо священное предание? Что говорит Святой Василий Великий о преданиях? Для чего нужно Святоотеческое Писание? Что будет, если пренебрегать Святоотеческим преданиям и Писанием? Святой Василий Великий о предании По-настоящему, как говорит Святой Златоуст, нам не следовало бы иметь нужды в помощи учителей и Святоотеческого Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг и учителей служила нашим душам благодать Святого Духа. И чтобы как те, исписанные чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и будут их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждого и брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, говорит апостол Павел в послании к евреям. Но, к сожалению, с течением времени одни уклонились от истинного учения, другие от чистоты жизни и нравственности. То поэтому и появилась нужда как в священном предании устном и письменном, так и в Святоотеческом Писании. А что сказать и о наших временах, тем более. Итак, священное предание было необходимо, во-первых, для утверждения, что все книги Нового Завета переданы нам с апостольских времен и действительно имеют апостольское происхождение. Во-вторых, для правильного понимания отдельных мест Библии, а стваца шунча, и для противостояния еретическим толкованиям, а сегодня и сектантским учениям. И в-третьих, для установления догматов христианской веры, ввиду того, что некоторые положения вероучения выражены в Святом Писании совершенно определенно, а другие – опосредственно, и требуют подтверждения священным преданиям. Кроме того, священное предание свидетельствует о том, что вся полнота церковного строя, богослужения, каноны, обряды укоренены в основном на укладе жизни Древней Церкви. Святой Василий Великий говорит об этом следующее. Из всех хранимых Церковью догматов и традиций, одни получены из письменного источника, а другие приняты от переданного тайно-апостольского предания. Для благочестия же и те, и другие имеют одинаковую силу. И поэтому не будет противоречить никто маломальски разбирающийся в церковных правилах. Поскольку если мы осмелимся отвергнуть неписанные обычаи, как якобы не имеющие большого значения, то обязательно повредим Евангелие в самом главном. Более того, оставим от апостольской проповеди одну внешнюю оболочку. Так, например, где написано, чтобы надеющиеся на имя Господа нашего Иисуса Христа осеняли себя крестным знамением? Какое Писание нас научило в молитве обращаться к Востоку? Кто из святых записал нам слова призывания в приложении хлеба Евхаристии и чаще благословения? Ведь мы пользуемся не только словами из апостола и Евангелия, но и перед ними и после произносим слова, взятые из неписанного учения и имеющие великую силу для таинства. По какому Писанию мы благословляем воду крещения, елей помазания самого крещаемого? Не по тайному ли и неписанному преданию? Что еще сказать? По мазанию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда троекратное погружение человека? И относящиеся к крещению отрицания сатаны, ангелов его? Из какого взято Писание? Не из необнародуемого или не классного учения, которое отцы наши, быв основательно научены молчанием охранять святыню таинств, сохранили в недоступном любопытству и выведанному неумолчанию, поскольку было бы недостойно Писанием оглашать учение о том, на что некрещенным и воззреть непозволительно. Вот заключает Василий Великий. Отмечу также, что священное предание восходит к начальным временам церкви и называется также апостольским. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передавал вам», — говорит святой Павел в послании к Оринфинам. Итак, братья, стойте и держите предание, которому вы научены, или словом, или посланием нашим. Дорогие, о святоотеческом Писании скажу, что оно придавало и придает точность выражению истин христианского учения и создавало единство веры, а также взаимно пополняло утверждение этих истин, руководствуясь священным Писанием и священным преданием, доказательно обосновывая эти истины. Далее, оно как никогда именно сегодня полезно для руководства в вопросах веры, для правильного понимания священного Писания и сохранения предания церкви от ложных учений. Поэтому творение святых отцов церкви есть тот неиссякаемый источник, из которого во все времена можно черпать благодать и мудрость. И как те, которые не имеют острого ока, должны верить тем, кто видит хорошо, говорит святой Татава Ци, так и мы, которые ослеплены грехами, должны верить святым апостолам, пророкам и богословам в ортопедам, поскольку они духовно видящие. Как, например, младенец, рожденный в темном мрачном крае, поскольку не видел солнца и луны, он должен верить, что есть солнце и луна. Так и люди, рожденные во тьме греха и невидения, должны верить святым и добрым мужам, которым открывал сам Бог. Вот поэтому, дорогие, мы и обращаемся к Святоотеческому Писанию. Ибо Святой Дух, произнесший некогда через пророков и апостолов Слово Божие, истолковывал его уже через святых отцов церкви, учение которых пропитано евангельским духом и способствует правильному пониманию Евангелия, и, следовательно, тончайшему исполнению его. Но, к сожалению, сегодня в среде самих христиан мы видим вопиющее незнание отеческих творений. Мало того, видим даже нежелание знакомиться с ними. Некоторые и не подозревают об их существовании, а другие, в том числе некоторые священнослужители, хотя и знают, то учат, что учение святых отцов устарело. Поэтому и не читают сами, и запрещают читать другим. Само по себе пренебрежение святыми отцами их творением есть проявление гордости и хула на Святого Духа, живущего в отеческих преданиях и писаниях. И поэтому, кто объясняет и толкует Евангелие и все писание произвольно, как бы от себя, тот этим самым отвергает истолкование его святыми отцами святым духом. А кто отвергает истолкование писания святым духом, тот без всякого сомнения отвергает и само священное писание. Ибо слово Божие и толкование его – дар Святого Духа. Только это одно из толкований принимает святая апостольско-армянская церковь. И поэтому неудивительно, что на сегодня в мире насчитывается порядка 30 тысяч сект, поскольку они, отрицая Святоотеческое Писание, Библию объясняет каждый по-своему. Итак, дорогие, когда при чтении Священного Писания у вас возникнут вопросы и даже недоумения из-за множества встречающихся трудных изречений, порой кажущихся даже противоречимыми, то не пренебрегайте толкованием святых отцов. Приложите усилия, обратитесь за помощью к Святоотеческим Писаниям, ибо легко найденным, как говорит Святой Таттой Ватци, можно легко и пренебречь. Отвечте и ищите у святых отцов, жизнью читайте их творения, чтобы вам не ошибиться и не уклониться с правильного пути и впать в ереси и в сектантские течения. В противном случае слово Божие для дерзких толкователей его становится запахом смертоносным на смерть, как говорит Павел в послании Коринфянам, и мечом обаяда устрым, которым они закалывают сами себя вечную погибель, поскольку для смиренного тягость и жало верить самому себе, как гордому трудно следовать словам и мнению других. На сегодня столько. Дорогие, подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за новыми видео, ну и задавайте вопросы, если что-либо не поняли. Спасибо вам за ваши комментарии, за лайки и храни вас Господь! Субтитры сделал DimaTorzok